Приветствую вас, друзья! У меня радостное событие. Компания Арифлейм меня выбрала в качестве официального обозревателя косметики Арифлейм. Отобрав 20 лучших обозревателей, каждый квартал будет смена состава. Возможно, кого-то оставят, кого-то добавят. Не знаю, как будет происходить. В чем суть? Компания будет высылать ежекаталожно три продукта, которые обозреватели должны протестировать и рассказать свои впечатления. Это ни в коем случае не реклама. Это действительно наше мнение о том, насколько нам понравился, не понравился продукт, насколько он соответствует заявленным свойствам. И у меня три новиночки, точнее две новиночки и один продукт, которым я уже пользовалась, который вошел в мой must-have. И сегодня я вам расскажу о CC-креме против пигментации Event Out. Первое средство, которое компания предоставила мне на обзор, но не дожидая своего заказа, я решила его показать вам, потому что это средство я уже использую. Это не новинка. Посмотрите, это многофункциональный CC-крем против пигментации в оттенке Light. И сегодня вместе с вами я сделаю обзор, расскажу, чем понравился мне этот CC-крем, чем он мне не понравился, то есть минусы-плюсы и разобраться, почему вот такое действие, почему такой эффект, почему компания сюда включила именно эти компоненты и какой эффект мы от этого средства получим. В этом CC-креме вы можете разочароваться, если вы хотите получить матовое, отфотошопленное лицо, сильно загрунтованное. Нет, от этого CC-крема вы такого эффекта не получите. Этот CC-крем имеет очень легкое, легчайшее нанесение. Оно не матирует кожу, но это средство потрясающе ухаживает и вместе с комплексом Event Light действительно, действительно творит чудеса, оно реально эффективно действует. Почему это покрытие легкое? И здесь нужно разобраться, какой эффект вам нужен, либо вам нужен хороший тщательный макияж для фотосессии, вечерний макияж для этого используете, более плотные основы. Если вам нужен эффект легкого, прозрачного, такого невесомого покрытия, при этом выравнивания кожи, сейчас у меня нанесен дневной макияж, плюс сделана коррекция, то есть вот такой вот эффект. При том, что у меня не идеальное лицо, мне кажется, эффект достаточно хороший. При этом, если ко мне кто-то подойдет, у меня не увидят большого количества грунтовки, то, что, например, забивается в поры, да, такой легкий, приятный, естественный эффект. Выбирая косметику, для меня очень важно сейчас подбирать те продукты, которые не только делают какой-то разовый эффект, а те продукты, которые ухаживают и с каждым днем делают мою кожу лучше, лучше, лучше. Я записала цикл видео, в которых говорю о своей проблеме пигментации, которую заработала, где-то неправильно ухаживая за своим лицом, где-то уже эта возрастная пошла пигментация, и как при помощи косметики Event Out и Novage я улучшила состояние своего лица. Как появляется пигментация? Меланоциты – это клетки кожи, которые вырабатывают меланин. Чрезмерной выработки меланина появляется гиперпигментация, чрезмерное пребывание на солнышке, использование солярия. Очень любительна для вашей кожи, и даже если сейчас не видна ваша пигментация, то она может быть пока спрятана. И любое воздействие, любое нарушение, либо недостаточное увлажнение, недостаточное питание, некачественный косметик может спровоцировать появление этой пигментации. Также пигментация появляется при беременности, и здесь, конечно, нужно разобраться с причинами появления пигментации. Я расскажу о том, как я справляюсь с своей пигментацией. Она, скорее всего, приобретена из-за того, что тем, как наношу дневной крем, потом тональный крем, проходит мало времени, и при помощи корректировки, втушевки я стираю защитный слой, и тем самым летом зарабатываю себе эту гиперпигментацию. И мне в осенне-зимний период нужно восстановить кожу, и, конечно же, уже на следующий сезон я буду больше задумываться о том, как правильно я наношу декоративное средство, как правильно у меня идет техника макияжа, потому что чем старше становится девушка, тем тщательнее она должна ухаживать за своей кожей, для того, чтобы оставаться как можно дольше моложе. Это средство просто бомба, реальная бомба. Почему? Потому что вот именно от этого средства, когда я его наношу, после него на следующий день, утром, я вижу хорошее качественное состояние моей кожи. У меня часто высыпает, реально часто высыпает практически от всего неправильное питание, смена воды, немножечко понервничаю, там, гормональное, сразу все это отражается на моей коже. Она у меня проблемная была всегда. И что я заметила? Когда я использую вот это тонирующее средство, да, минус его, оно имеет слабое покрытие, особенно когда у меня проблемная кожа, но когда я его использую, мои прыщики, состояние кожи, какие-то покраснения, они все это сглаживаются, выравниваются, цвет кожи становится более однородным. И действительно это круто. Готовясь к обзору, я начала разбирать, какие же компоненты входят в состав этого средства. Обычно я это не делаю, потому что я всецело доверяю компании. Компания признана экспертом в области по уходу за лицом, получая различные награды, премии, в том числе и товар года. И поэтому я не вникаю. Я знаю, что это классное, крутое средство. Если это средство написано, что оно борется с пигментацией, там что-то делает, так оно и есть. Когда я изучила, какой компонентный состав входит в эти средства, так же, как и во всю серию линейки Avent Out против пигментации, я реально была удивлена. Сейчас все блогеры рассказывают о том, что как это круто, когда в состав какого-то крема входят AHA и BHA кислоты. Сейчас модно фруктовый пилинг, кислотный пилинг делать и различные компоненты. И когда я изучила состав, я поняла, что все это есть средство, в этом средстве есть и альфа-гидрокислоты, и бета-гидрокислоты. Я вам сейчас расскажу, почему это так важно, потому что действительно мне реально очень интересна эта тема, потому что я хочу как можно дольше сохранить свою молдой, своей кожей и выглядеть стареть достойно. Во-первых, здесь масло семени клюквы, и это реально антиоксидантная бомба, потому что именно в масле семени клюквы содержится самая высокая концентрация витамина Е среди всех масел. Входит в него фитостерол, в частности бета-стерол, который обладает противовоспалительным эффектом. Он реанимирует вашу поврежденную кожу. Ни для кого не секрет, что сейчас в салонах выполняются процедуры с использованием фруктовых кислот. Альфа, бета, то есть AHA и BHA кислот. Таким образом, в состав этого средства входит и одна, и вторая кислота, которая как раз-таки это как профессиональный уход в домашних условиях. Почему сейчас так популярен кислотный уход? Это эксфолиация, это очищение, это свойство, чтобы убрать старые клетки кожи, для того чтобы молодые, продвигаясь к поверхности, были более здоровыми, и кожа у вас же выглядела более ухоженной. Так вот, эксфолиация и альфа, альфа АHA и BHA кислоты, на чего они направлены? Альфа гидрокислоты, они клей межклеточный, они его убирают. Таким образом, после этого любое очищающее средство вы убираете эти клеточки. То есть именно расщепляет клей, который связует ваши клетки кожи. BHA кислоты, это те кислоты, которые не только убирают вот этот клей, но ещё и все мёртвые клеточки, убирая с поверхности. И BHA кислоты как раз-таки добавляют в те средства для того, чтобы ещё справиться с проблемной кожей, ухаживать за вашей кожей лица. Итак, и AHA кислота содержится в экстракте крыжовника, который находится здесь. Так же, как я говорю, что во всей серии Event Out, В экстракте крыжовника содержится альфа гидрокислота, которая как раз-таки направлена на обновление клеток кожи. В таволге содержится мощная бета-кислота, это салициловая кислота, которая признана во всём мире как самая эффективная. Это натуральная кислота, которая находится непосредственно в таволге. Вот так выглядит этот крем. Производство в Польше Обратите внимание на значок вскрытия. Что это означает? Здесь написано 12 месяцев. То есть, как только вы открываете крем, всё, срок действия этого крема пошёл. И не рекомендую вам держать этот крем более 12 месяцев, так как вы получите вместо этого преждевременное старение, то есть обратный эффект. Самое любимое средство нанесения тонального крема на кожу для меня всегда являлся спонж. Обязательно нужно его увлажнить, чтобы он был такой мягкий, упругий, большой, и непосредственно потом наносим. Наносим. У меня проблемная кожа, и несмотря на то, что я давным-давно девушка за 30, у меня часто появляется воспаление, высыпание, поэтому, в принципе, там, где нужно, можно ещё чуть-чуть добавить крем. Видите, такое подсвечивание идёт, изнутри более светлая кожа. Сравним лицо. Левая сторона, насколько. Видите, в принципе, пигментные пятна, всё у меня видно. То есть, пигментация, я бы сказала, очень лёгкая. Буквально, как вуаль, как вторая ваша кожа. Далее я подкорректировала зону вокруг глаз при помощи жидкого корректора и при помощи стик-корректора более плотный синий нанесла здесь. Любой тональный крем мы должны сверху закрепить пудрой, и желательно мы должны использовать рассыпчатую пудру. Это моя любимка, The One. Наношу на кисточку для пудры, решениями приложить. Итак, три средства для коррекции, плюс пудра. И можете сравнить. Левая сторона, правая. Сиси-крем уже впитался, и вы можете видеть, какой эффект. Это средство, оно сделает как лёгкую вуаль, то есть лёгкая тонировка. Это средство не предназначено для вечернего макияжа. Далее вы делаете лёгкую коррекцию при помощи румяшек, и какие-то проблемные пятнышки, родинки, пигментации будут уходить на второй план. Тем самым, сделав ваш макияж более лёгкий, у вас не будет слоя штукатурки. Но, конечно же, если вы делаете вечерний макияж, важно использовать более плотное средство на повседневный макияж, плюс средство, чтобы ухаживало за вашей кожей, этот крем справляется на отлично. Если вам понравилось со мной тестировать новинки каталога, то обязательно поставьте лайк, и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о таких видео. Следующее видео, скорее всего, выйдет в четверг, через недельку, когда я получу новиночки, протестирую, посмотрю, насколько они эффективны, насколько они мне нравятся, не нравятся, и действительно сделаю честный обзор, расскажу о их достоинствах и недостатках. Ну и успешной вам недели, хорошего дня. Пока-пока! До встречи!